Инстаграм заблокировал видео от ГТРК «Алтай». Стало известно, что в клипе, который подготовили к Дню Народного Единства, звучал гимн России, исполненный представителями сибирских регионов. Однако соцсеть посчитала его треком из немецкого сериала «Аллас Воззхлт» «Воскресенье», что имеет значение. Об этом в эксклюзивном комментарии сайту вести.ру рассказали представители ГТРК «Алтай». Пострадавшая сторона отметила, что видео было исключительно позитивным, патриотичным и показывающим широту сибирской земли, талантов ее народов. Мы в редакции подготовили публикацию с анонсом завтрашнего онлайн-марафона «Всероссийский марафон «Славься Отечество!» к Дню Народного Единства Прим. Ред. Информацией об этом клипе разместили на сайте, а потом в Инстаграм. И через пару минут Инстаграм прислал сообщение, что наше видео заблокировано по неподдающейся никакой логике причине. Соцсеть посчитала российский гимн треком из немецкого сериала «Аллос Воззхлт» «Воскресенье», что имеет значение. Сказать, что мы были в шоке, ничего не сказать. Пост с видео до сих пор можем видеть только мы на своей странице. Но для нашей многотысячной аудитории подписчиков и для всего Инстаграма «Оно скрыто» отметили представители ГТРК «Алтай». В редакции заметили, что журналисты обратились в дирекцию ГТРК, а также начали искать информацию о похожих случаях. Выяснилось, что в апреле аналогичная ситуация произошла и у других пользователей, которые выкладывали фрагменты гимна России в своих историях и постах. И Инстаграм их блокировал по той же причине якобы правообладатель Германии. Добавили в ГТРК «Алтай». Как сообщалось ранее, в апреле Роскомнадзор требовал у Инстаграм снять все ограничения на воспроизведение гимна России. Однако данные обращения с соцсетью были проигнорированы. «Мы готовимся к тому, чтобы открыть спор с владельцем соцсети. Но переживаем, что это может стоить нам бана и блокировки всего контента», — добавили в редакции. Напомним, что сегодня утром стало известно о блокировке в Инстаграм официальной странице правительства Севастополя. Сообщается, что первая блокировка произошла в пятницу на 24 часа. После этого официальный Инстаграм правительства был заблокирован полностью. Давайте cartoon раз pretended. То есть я буду убивать captions, показывать просто тысяч долларов очень узкие себе заплаты соцсети. Продолжение следует...